Ну что, доброе утро! Пришла на наращивание. Сегодня очень-очень-очень такой насыщенный день. Сегодня у нас будет два наращивания и один перманентный макияж брови. И причем перманентный макияж брови мы будем делать на пару с Виталией, потому что все, он уже отучился, получил свидетельство и уже, ну что, готов приступить к работе. Сейчас с утра у меня будет девушка, которая у меня уже была. Мы ей будем делать, мне кажется, лису. Максимальная длина будет 11-12. И это все будет в изгибе С. А дальше уже в два часа у меня следующая женщина. Она будет впервые. Она хотела какой-то объем. Ну, посмотрим. Тоже вам схемку покажу. Все-все покажу. И перманентный макияж бровей, но также все для вас поснимаю. Эскиз и потом в дальнейшем уже, как мы выполняем работу. Все, не переключайтесь. Давайте. Будет много интересного. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, девочки, добрый вечер. Я закончила, не снимала вам в кабинете, но сейчас все-все расскажу. Перманента у нас сегодня, кстати, не было. Девушка написала, что она приболела. Ну, говорит, ну она не то, что она не придет. Нет, она придет. Она просто попросила перенести свою запись. Ну, в общем, девчонки, что я делала? Сегодня я работала в изгибе Д. То есть, всем нужен был Д. Д это вообще, мне кажется, сейчас такой популярный изгиб стал. У меня вот прям Д, запросов на изгиб Д, ну не знаю, процентов, наверное, 80. Все хотят, короче, сделать себе позовите. И сегодня были такие объемчики. Сегодня были 2D. Никто не хотел ничего такого легкого. В основном эффект был мягкая леса. Но в изгибе Д мягкая леса, она прям смотрится, все равно округляет взгляд и смотрится очень кругленько. Схемки я вам показала. Схемки вы видели, то есть, по каким схемам я работала. Ну и, кстати, вы обратили внимание, что сейчас я вам еще снимала, как я на схему на патче рисовала, ну, чтобы было вам прям понятно вообще, по какой схеме я работала. Ну вот, что еще? Какие были загвоздки, какие были проблемы? Вы знаете, вот уже последняя, когда работала с девушкой, моя тезка Лера, была проблема, что перестал работать клей. Все, у меня был увлажнитель ключ, он работал, у меня было вот все. Я ресницы обезжирила, я ресницы праймером, я ресницы помазала усилителем клея. То есть, сделала все вот эти процедуры, начала клеить и все. Отскакивает и все, не сохнет, начали появляться сцепки. Ну, что я сделала? Я, как обычно, поменяла клей. Я пока не разгадала эту магию клея, который от Визард, Голд. То есть, он с утра у меня клеил идеально, все, идеально, все. Может быть, от ресниц зависит еще, я уже подумала. Потому что вот у Леры были ресницы такие, они, знаете, какие изначально, как они как свои, кажутся, как влажные. Знаете, такое бывает? Вот бывают ресницы, у девушки такие, все, все ты обработал, а они такие вот, как струна натянутая. А вот у Леры, они такие, как рыхлые, по влажности больше, ну, вот, знаете, не могу объяснить. Она их завивает щипцами. И я все-таки вот думаю, какая-то деформация происходит, да, вот, например, там, на уровне, там, молекулярном, скажем так, да. И что-то вот, что-то меняется, и ей иногда вот какой-то клей не подходит. Я уже просто знаю, я уже клеила реснички этой девочки, уже знаю, как уже подойти получше. В общем, что я сделала? Я просто тупо поменяла клей, поменяла клей над тем, которым я уже ей клеила. Это был от Лавли, Лавли Марвел. И Марвел, в принципе, худо, бедно, но справился. Да, он там тоже немножко капризничал, да, я расцепляла сцепки, немножко там доставляла дискомфорт, но, ну, ну, каждая ресничка должна быть отдельно, вы понимаете, сцепок вообще не должно быть. Ну вот, вот это вот единственная у меня проблема была уже потом, когда я уже вот последнюю уже работу выполняла, и максимальная длина последняя была 13, вообще взгляд такой получился очень такой в прошлый раз. Я сейчас вам ставлю фотографию, кстати, как было в прошлый раз. В прошлый раз мы делали 1,5D, точно такой же эффект, и вот вы сейчас посмотрите, как отличается взгляд сейчас вот с 13 длиной от 12. Вообще разница прям очевидна. Я прям увидела, думаю, вау, прям, прям просто суперовски. Ну все, ученки, давайте до завтра, увидимся завтра. Все, не переключайтесь. Пока. Немного вам расскажу предысторию, видео, которое вы сейчас увидите. Ко мне пришла клиентка, мы неоднократно ей делали наращивание, экспериментировали, делали ей синие вставки. Сейчас она пришла с остатками ресниц. Остаток небольшой, но она была на море в Таиланде, и потом прошло почти полтора месяца. То есть для полтора месяца и активного отдыха остаток ресниц нормально. И в этот раз мы решили с ней нарастить амбре. Я заказала с Алиэкспресс амбре фирмы Нагораку. До этого никому их не наращивала, и здесь вот мне такая возможность предоставилась. Я сейчас вам сразу же расскажу, как они выглядят. Здесь вот фотография, как они выглядят, реснички. И фотография магазина, в котором я покупала, в котором я заказывала эти ресницы. Поэтому вы можете набрать, гугли в Алиэкспресс, сами посмотрите, найти, увидеть эти реснички. В общем, девчонки, если будете их заказывать, ресницы хорошие. По качеству они единственное очень тонкие. То есть заявленная толщина у них 0,07. Это та, которая идет на палетке. Но по факту они еще тоньше, чем 0,07. Поэтому, если вы будете покупать эти ресницы, планируйте, что для 2D они не будут прям так очень ярко выражены. То есть это желательно 3D и выше. Пучки формируются очень хорошо. Клейка лента очень хорошая. То есть сами по себе реснички замечательные. А еще поставщик этот тоже хороший. Лесницы дошли быстро. То есть вообще никаких проблем нет. Я делала сиреневые вставки, сиреневый амбре. Синее амбре, я думаю, тоже бы смотрелось очень-очень хорошо. Амбре дает некой эффект стрелки. И если рассматривать схему, по которой я сейчас делала амбре, у меня реснички амбре, они были 12 длиной. И они у меня шли от половины глаза и до внешнего угла практически все. То есть вышло очень прикольно, вышло очень хорошо. Поэтому, если как-то хотите разнообразить свое наращивание, заказывайте. Конечно, не так много желающих клиентов. Но если клиент попадется, я думаю, что наращивание этим ресничками вам доставит удовольствие. Ну что, смотрите, что вышло. Продолжение следует... Девчонки, ну все, я уже закончила. Даже уже одела шапку. Сейчас расскажу, что делала. Ну, во-первых, блин, класс, я наращивала амбре. Это вообще... Честно скажу, мне очень понравилось. Когда, мне кажется, при дневном свете, это будет смотреться классно. Просто, я не знаю, вам видно было или нет, вот именно вот этот оттенок сиреневого цвета. Но, когда закрытые глазки, знаете, вообще смотрится божественно. Ресницы очень легкие, они прям невесомые. И, ну не знаю, мне очень понравилось. Я делала... Максимальная длина была 12. И это больше как на беличий эффект походит. Мягкая белка. Единственное, что я не стала сильно укорачивать вот внешние углы. Был максимальная длина 12. Внешних я поставила по 11, 10 не ставила. Ну, знаете, чтобы как-то вот взгляд, ну, как-то был немножко такой интересный. Получился эффект подводки. Вот правильно моя девушка сказала, клиентка, говорит, ну, говорит, получился как будто подведен глаз. Немножко непривычно. Я думала, немножко будет поярче, честно скажу. Я прям думала, знаете, как-то это будет выглядеть... О, Виталий уже за мной идет. Все, вот. Рассказывают ученкам, что я делала амбрежи, не могу не поделиться. И эффект подводки, он, ну, просто, ну, я думала, будет ярче. Вот на чем я остановилась. Я думала, будет ярче, но, в принципе, в принципе, смотрится очень нежно. И, знаете, взгляд такой получился какой-то игривый даже. Ну, в общем, схемку, как всегда, я вам покажу. Не знаю, мне бы понравилось, честно скажу. И, может быть, синее амбрежи поприкольнее бы смотрелось, но фиолетовый мне тоже нравится. Доброе утро! Привет! Ну что, мы на месте. Ждем нашу клиентку. Она у нас должна быть в полодиннадцатого. И вот она, пожалуй, у нас подходит. Здравствуйте! Одевайте бахилы и курточку можете повесить в шкафчик. Сейчас будем делать губки. Посмотрим, каким у нас хочет клиентка губки. И для вас, как всегда, поснимаю. Все хорошо, но нижний контур тоже. Мне самое главное, верхний нужно было контур вывести, чтобы не потерять у вас просто красивая верхняя часть губы. Вот такая, знаете, вы сами знаете, она такая, с бантиком. В процессе буду подмораживать, хорошо? Сейчас мы тут буквально здесь пять минуточек. Ну, я тоже свет вам выключу. Тут буквально пять минуточек и все, и будем работать. Пока! ну что мы вышли из студии сейчас вам кину фотография не знаю потому что мы по-моему не снимали да уже с готовыми губами девушку нет готовыми нужно снимать в общем если не снимали я сам ставлю фотографию и фотографировала как она выглядит уже после фух вообще вот знаете сейчас расскажу кто занимается перманентом и кто там тоже новичок в этом деле а кто только собирается тоже слушайте короче говоря в этот раз мы губы делали блоками делали блоками то есть один блок это ну наверное вот сколько но если губу разделить получается раз два три четыре ну по крайней мере как минимум на четыре части что делали три часа по времени получается первый блок начинаешь проходить прошелся раз плотненько стер стер вообще ничего не осталось пигмента не осталось второй раз прошелся про прохожу знаете как прошлась прошлась плотненько так и потом вниз и должен наискосочек елочкой прошла второй раз гляжу же немножко пигментик остался третий раз прошелся и тогда уже начинается какой-то уже видно какой-то пигмент остаток в общем блоками хорошо губы не дубеет и ты хочешь можешь хоть как-то это все выровнять единый цвет что еще ну и знаете еще такой момент вот когда девушка так лежала просто лежала все вроде бы было хорошо и потом когда она уже начала зеркало смотреться да все и она груда хорошо а потом она так растянула губы и там были вот эти некоторые неточности вот с одной стороны здесь право не хватало где-то пиксель пикселей франкер давайте сейчас я вам доделана горит нет давайте на коррекции то есть получается если ты уже всю работу сделал просто так спокойном виде ничего не даст надо клиенту так губы думаю растянуть и посмотреть и посмотреть на линии и все ой ну вот мы в общем сегодня сегодня отлично получилось для новичков хорошо все ровненько закрасилась знаете не было вот каких-то вот эти проплешин страшных для первого раза вообще треш какой-то короче говоря ну еще и получается что завтра у нас завтра у нас губы и брови губы будет девушка первый раз делать а брови у девушки уже были брови они сейчас вы ушли в красный цвет она придется такими красными бровями все нужно будет сделать корректором пройтись и потом уже проходится цветом основным но также для вас поснимаем покажем что там у нас все что подписывайтесь на канал ставьте давай подписывай к же вам розовые брови будет всегда много-много всего интересного ну я думаю потому что такие события в жизни развиваются и и так часто проходят хочется даже для себя их запечатлеть и потом пересматривать и вспоминать спасибо что смотрите давайте до завтра пока пока